Здравствуйте дорогие зрители, предлагаю посмотреть видео обзор ручного блендера Philips модель HR1604. Это ручной блендер в минимальной комплектации, который используется для смешивания мягких продуктов. С помощью этого блендера вы можете приготовить различные коктейли, супы, пюре и так далее. Покажу вам как выглядит упаковка. Вот нарисован собственно сам блендер. Здесь тоже различные описания на разных языках. Показаны его достоинства. С помощью этого блендера вы сможете смешивать различные блюда, готовить пюре, готовить ягодные коктейли. Мощность блендера составляет 550 Вт. Насадка имеет специальную треугольную форму, специальные ножи, которые способствуют более эффективной работе блендера. С помощью этого блендера имеется эргономичная ручка, легкое снятие насадки с мотора путем нажатия двух кнопок. В комплект входит стакан объемом 500 мл. С помощью него вы можете мерить различные объемы, есть мерное деление. Ну и также использовать его для смешивания продуктов. Давайте теперь распакуем, посмотрим, что там внутри. Так, что у нас в коробке. Вот стакан. И инструкция. Коробка не в очень хорошем виде. Покупал я в торговом центре. В крупном сетевом. Так, здесь различные инструкции, техника безопасности. Все то, что нужно знать при использовании различных аппаратов, в которых есть режущие, движущиеся части. Обязательно прочитайте, обязательно посмотрите, какие есть рекомендации. Упакованы хорошо. Такие мягкие картонные детали. Это стакан. Вот у него деление. Посмотрите поближе. Носик для удобства наливания. И, собственно, самый блендер. Электрический шнур. Значит, насадка, которая входит в комплект, металлическая. Вот здесь вот ножи блендера. Нож блендера имеет определенную форму. Она такая, немного искривленная. Так, как снимается. Вот здесь есть кнопочка. И здесь есть кнопочка. Нажимаем двумя руками, двумя пальцами. И снимаем насадку. Сам моторный блок мыть ни в коем случае нельзя. Его можно только протирать влажной тканью. Здесь имеется кнопка. Нажимается легко. Она прорезинена вокруг. То есть, туда не влага. Если у вас мокрые руки, ничего не попадет. То есть, у вас током не ударит. Вот. Пожалуйста, нажимаете, удерживаете. Фиксатора никакого нет, я так понимаю. То есть, просто нажали, держите. Моторный блок работает. Отпустили. Блендер перестает работать. Насадка практически полностью утапливается в стакан. Вы можете использовать всю рабочую поверхность насадки. Я уже посмотрел инструкцию. И хочу поделиться с вами основными моментами, которые нужно знать при использовании ручных блендеров. Первое. Если вы смешиваете продукты в любой емкости, в стакане или же в миске, ни в коем случае не опускайте работающий блендер в жидкость или в те продукты, которые вы хотите смешать. Почему? Потому что это приведет к разбрызгиванию ваших продуктов. То есть, сначала опустили, придавили немножечко, а потом уже включаете кнопку и начинаете смешивать продукты. Это первое. Второе. Ни в коем случае не пытайтесь во время работы блендера трогать ножи. Почему? Потому что они крутятся с достаточно большой скоростью и они имеют, с одной стороны, очень острую режущую часть. Вы себе просто повредите палец. Ни в коем случае не давайте использовать это устройство маленьким детям без присмотра. Ни в коем случае не оставляйте данный прибор доступным для детей, чтобы они могли без вашего ведома взять и использовать. Компания Philips выпускает различные модели блендеров. Я долго не выбирал. Я уже знал, что я хочу, поскольку мне необходимо только минимальный комплект насадок. Это насадка для смешивания продуктов. С помощью которой можно приготовить супы-пюре. Размельчить мягкие продукты. Приготовить коктейли молочные, например. Или же смузи, как сейчас очень модно. То есть это смешивание фруктов с молоком. Вы можете для себя выбрать другие модели с другой комплектацией, в которых есть и насадки для приготовления теста, так называемый венчик и стакан для измельчения продуктов, ножей. Ну и также различные другие насадки, например, для приготовления картофельного пюре. Мне это все не нужно, поэтому я выбрал именно эту модель. Все мои видеообзоры, как правило, сопровождаются практической частью. Предлагаю вам короткий видеорецепт для приготовления молочного коктейля с фруктами, или еще его называют смузи. Что нам понадобится? Мы возьмем киви один, один мандарин, один банан и небольшую часть грейпфрута. Одну дольку. Я это сейчас все помою, почищу, подготовлю и далее продолжим. Я подготовил продукты. Почистил банан, порезал на маленькие кусочки, также мандарин, грейпфрут, киви очистил от кожуры. Помещаем наши продукты в стакан. Обязательно по возможности постарайтесь хорошенько почистить грейпфрут, мандарин, чтобы у вас не оставались белые шкурки, иначе они потом будут попадать к вам в коктейль. вот у нас получился практически полный стакан с продуктами. Теперь берем молоко и какого-то количества определенного я не отмерял, я просто беру и заливаю наши фрукты до верхнего уровня, так, чтобы молоко скрыло продукты. теперь нам нужно взять блендер и все это хорошенечко смешать. Да, забыл сказать, что вы можете при желании положить сюда там 2 чайных или 3 чайных ложки сахара, если вы любите сладкие коктейли. Итак, вот я подключил наш блендер, предлагаю его опробовать. Так он работает на холостом ходу. Вот такой вот шум. Ну что, попробуем? Отпускаем продукты поглубже, выдавливаем немножечко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Заранее подготовьте емкость, куда вы будете класть свой блендер, чтобы не испачкать стул. Вот такая вот смесь у нас получилась. Вот такой вот у нее цвет. Теперь мы переливаем коктейль в стаканы. Ставим трубочки. Вот у нас получился очень вкусный витаминный коктейль-смузи. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч!